День с толком Рожайте в Барнауле. Почему закрылся роддом в Кулунде? Виктор Томенко ответил на главные вопросы журналистов. Закон о домашнем насилии – благо или ненужная инициатива? Естественная убыль населения в уходящем году стала рекордной за последние 11 лет. Это значит, рожать стали меньше. А на Алтае к этой проблеме добавляется и другая. Иногда, чтобы родить, нужно преодолеть сотни километров. Осенью закрыли роддом в Новоалтайске и Бийске. Теперь на очереди Кулунда. В проблеме разбирался Илья Кочетков. Танзеля Голосова – мать троих детей. Хотели с мужем еще одного. Этой осенью ее на седьмом месяце беременности отправили в Барнаульский Дар на скрининг. За 400 километров по не самой хорошей дороге. А в Даре, говорит, еще три часа ждала приема к врачу. Много было посетителей. Когда прошли УЗИ, нам сказали, что все хорошо. Никто ничего не заметил. И мы поехали спокойно домой, потому что рассчитывали на то, что все у нас хорошо. А оказывается, у нас были на пуповине истинные узлы два. И, соответственно, мне уже в тот момент нужно было оставлять в больнице и роды разрешать. Ни о чем не подозревая, вернулась домой. Не тревожились и местные врачи, ведь в Даре сказали, что все хорошо. Когда стало ясно, что неродившийся ребенок умирает, было слишком поздно. Тензеля уверена, все произошло из-за спешки и невнимания врачей. Так что, когда кулундинское отделение закрыли, и пациенток стали настойчиво отправлять в Дар, ее это возмутило. Перинатальный в Славгороде гораздо ближе. Но и там, уверена она, врачи не смогут всем уделить достаточно внимания. Соединив несколько районов в Славгороде, да, их сократили, им тоже кое-ко-место. Хотели бы они кого-то видеть, да, другого. Это и немецкие районы, Хабары, Славгород, получается, сам же Славгородский город, да, и мы туда еще. Вот представьте. А сейчас еще и в Благовещенке закрыли. Это родильное отделение кулунды. Пустые коридоры, пустые кабинеты. И врачи, которые разводят руками и отказываются говорить на камеру. В личном разговоре они заверили, что принять экстренные и без осложнений роды здесь смогут. Но рождаемость в силе сильно упала. В этом году родилось 16 малышей. Отделение держать невыгодно и даже опасно. Чем меньше мы рожаем, естественно, тем меньше опыт у врача-гинеколога. Это тоже влияет на свое. Потому что если одни роды в месяц пройдут, то руки, руки, руки. А там более квалифицированные, более оборудование какое необходимое для... То есть бригада для этого необходимая. В Кулундинской ЦРБ, как во многих других, кстати, сельских больницах, таких специалистов сегодня мало или попросту нет. Все едут в город работать в больших перинатальных. Плюс, отметил Михайлык, в последние годы больше и женских патологий. А с этим тем более положено отправлять в Барнаул. Остается вопрос, почему в крае стали меньше рожать. Танзеля уверена, многие женщины, зная, что им предстоит ездить за сотни километров, тратить большие деньги и просиживать часами в ожидании приема врача, попросту пугаются, не решаются рожать. Такой вот замкнутый круг. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. А какие еще оптимизации ждут Алтайский край? Где еще закроют родильное отделение? И как теперь планировать беременность с женщинами в отдаленных районах? Это мы хотели бы узнать от регионального Минздрава. Ждем ответа. О проблемах здравоохранения накануне говорил и губернатор Виктор Томенко. Это стало одной из важных тем на встрече с кровевыми журналистами. Два с половиной часа он отвечал на самые важные вопросы о жизни региона. О строительстве Рэдисона, о выборности мэра и поддержке сельского хозяйства. Мы отобрали для вас главные ответы. Для решения острых вопросов, особенно привлечения, скажем, врачей в сельскую местность, работают несколько механизмов. Такие, как вы знаете хорошо, сельский фельдшер, земский доктор. Работают такие программы, которые позволяют тем врачам, которые приняли решение и готовы переехать, жить и работать в сельской местности, получать повышенные размеры подъемных. Там полмиллиона в случае с фельдшером, миллион в случае с земским доктором. Нельзя сказать, что это полностью позволяет нам вопросы закрывать. Ну, где-то острые моменты. Мы должны планомерно и точно так же неуклонно работать над вопросами материального стимулирования. Мы с вами цифры открываем и смотрим. Вот Кемеровская область, вот Новосибирская, вот Красноярский край, вот Томская область, вот Томская, вот Алтайский край. Мы где? Ну вот мы здесь, мы в конце списка. А что тут, как я скажу, что мы у нас лучше всех, что ли? Называть вещи своими именами, это ведь, наверное, правильно. Это нам дает возможность, понятно, оценить текущее положение дел, выяснить, где чего у нас слабо, и от этого начинать строить свои планы. У меня у самого сразу были сомнения, что там будет сложно найти взаимопонимание. Похоже, в этой части города вообще ничего нельзя делать. Вы правильно сказали. Какое-то такое вот сакральное, так сказать, отношение к этому, ко всему, что там у нас на сегодняшний день есть, и нежелание этого менять, оно присутствует. Ну, вероятно, с этим придется и даже нужно будет согласиться и принять. Вот если только к краевой администрации завтра митинг не придет из нескольких сотен человек, которые потребуют там что-нибудь построить, тогда можно... Ну, как-то вопрос этот всерьез по-настоящему не ставился и не обсуждался. Все мы знали, ну, примерно с 1 января этого года о том, что 31 декабря в этом году рабочий день. Ну, я не вижу необходимости нам здесь что-то ломать, тот порядок вещей, который уже на самом деле устоялся, мы же с ним согласились давно и так и понимали, что этот год так закончится. Вот. Поэтому я против. Полную версию встречи смотрите на нашем YouTube-канале. Кстати, в одно время с губернатором подобную встречу провели в медицинском университете. Больше пяти лет вуз такого не видел. Ушедший ректор Игорь Салдан слыл закрытым человеком. Исполняющая обязанности ректора Ирина Шереметьева ответила на все вопросы студентов. Мы с оператором Николаем Шелко побывали на этой встрече. Преподаватели, студенты, работники вуза пришли поговорить с новым ректором. В открытую. С учетом скандалов, связанных с ректором предыдущим, любые наши вопросы воспринимались преподавателями почти как провокация. Что-то знаете про конфликты с предыдущим ректором? Ну, конкретно про конфликты нет, ничего такого. У нас целючие студенты. Мы никак не про конфликты разговариваем. Но о прошлых конфликтах заговорила сама Ирина Шереметьева. И начала с основного, кому учить, если за последние годы под руководством Салдана вуз вынужденно покинули именитые профессора. На сегодня ведутся переговоры со многими профессорами, которые за этот период ушли. Они не потеряли надежды вернуться. Они готовы пополнить нашу армию профессорско-преподавательского состава. От непривычной открытости присутствующие даже опешили. Ушедший ректор не считал нужным встречаться со студентами. Но когда зал осмелел, беседа почти превратилась в рабочее совещание. Мы сейчас у Павла Геннадьевича и спросим. Павла Геннадьевич, собирается эта работа закрываться или она будет развиваться дальше? Уважаемые студенты, никаким образом это не отразится ни на чем. То есть как мы с вами работали, так мы с вами и будем работать. То есть как мы с вами спорт развивали, я думаю, что так мы и будем его развивать. Возможно, впервые за долгие годы студентам-медикам удалось даже развеять слухи, спросив о них у первого лица вуза напрямую. Говорили о строительстве вивария, о возможностях заграничного обучения. Поговорили и о деньгах. Стипендию будут выплачивать, как и раньше. Студентов успокоили, а новый пресс-секретарь вуза разряжал обстановку. Если я когда-нибудь буду играть, кто хочет стать миллионером, мне придется вопрос вам цифры. Я возьму с вами другую, вам позвольте. Сергеевна, вы с цифрами дружите, в отличие от монетариев. То, что вы говорите, некая ваша критика, она нами воспринимается не как яд, а как горькое лекарство. А мы с вами медики и понимаем лекарство всегда необходимым для того, чтобы лечить. Поэтому, скажем так, наш диалог, который начинается сегодня, он станет традиционным. Напомним, Ирина Шереметьева пока занимает пост исполняющего обязанности ректора. Выборы еще впереди. Их дата до сих пор не назначена, но, пожалуй, уже можно сказать, атмосфера подготовки медиков стала здоровее. Андрей Дреяр, Николай Шелко, День с толком. Барнаул может попасть в число городов, которые войдут в федеральную программу по обновлению общественного транспорта. Ее курирует государственная корпорация «Развитие России». Накануне с их участием в Крайовой столице прошло большое совещание, где присутствовали не только представители мэрии и правительства региона, но и главные заинтересованные лица руководителей муниципального предприятия «Горэлектротранс» и ряда частных автобусных маршрутов Барнаула. Общественный транспорт Крайовой столицы изношен на 98%. Пассажиры постоянно жалуются, что цена на проезд растет, а состояние автобусов и трамваев не меняется. Так вот, теперь появился шанс, причем без финансовых затрат со стороны горожан, не только обновить подвижной состав, но и оптимизировать маршрутную сеть и открыть новые транспортные, трамвайные и автобусные линии. Наши и финансовые усилия в том числе направлены будут и на укрепление и пассажирского состава, и связанная инфраструктура, если мы говорим по инфраструктуре газовых заправок, если это необходимо, для автобусных перевозчиков в том числе. Сейчас корпорация собирает материалы о барнаульском транспорте, затем необходимо будет представить в правительстве России проект, с которым наш город мог бы попасть в десятку счастливчиков. Всего участвует 25 городов. В случае победы мы можем рассчитывать на пару десятков миллиардов и, соответственно, глобальное обновление транспортной системы. Основная задача – это повысить пассажира поток путем привлечения пассажиров именно в удобный транспорт города Барнаула. Госдума страны выложила первые, пока еще приблизительные, положения закона о домашнем насилии. После его обнародования в соцсетях прошла волна критики и споров. А нужен ли отдельный закон о домашней тирании, если есть уголовный кодекс? А некоторые и вовсе не признают, что домашнее насилие существует. Ведь бьет, значит, любит. Согласны ли с этим на Алтае, узнавала Полина Жданова. Опытные тираны знают, куда бить – по голове, по почкам, по ногам, таскать за волосы. Эти побои незаметны и доказать их наличие сложно, говорит Алевтина. Ей не повезло дважды. Оба мужа избивали ее до бессознательного состояния на глазах детей. В суде на Алевтину надавили, и она забрала заявление. Эти истории ежедневно избил, истязал, выгнал из дома, убил. Закон о домашнем насилии защитил бы слабых, считают многие женщины. Поэтому он должен быть принят. Полиция будет вправе приехать и забрать, изъять из семьи этого тирана, чтобы у женщины был тот момент, чтобы она могла осмыслить это все и уже принять тот выбор, жить с ним дальше или просто его отправить во своя сеть. Пусть он идет туда. Новый закон утихомирил бы пьяных. По данным общественников, чаще всего мужчина избивает женщину под градусом. У него просыпается ревность, раздражительность, импульсивность. Протрезвев, он старается загладить вину, и женщина, как правило, прощает. Поэтому помимо законов о защите от насилия, бороться нужно и с первопричинами. У нас на уровне государства нет серьезных программ по работе с алкогольной зависимостью. Это тяжелейшая форма зависимости, которая накладывает отпечаток не только на развитие домашнего насилия, но и на безработность, и на то, что огромное количество детей растут без отца. Главный обсуждаемый законопроект «Года пока пустышка». Направлен он в основном на профилактику. Наказания могут назначить беседу и запрет на общение с жертвой насилия. О жертве по проекту предоставят медпомощь и социальную адаптацию. Об уголовной ответственности речи не идет. По сути, документ носит рекомендательный характер, и избитая жертва не может рассчитывать на существенную изоляцию обидчика. Несколько месяцев это бурно обсуждают в соцсетях. Это целенаправленное разрушение традиционной семьи, протаскивание западных ценностей в нашу страну. Нам такой закон не нужен. Не купил жене бриллиант, она пострадала от экономического насилия. Читал ее за царапину на машине, она пострадала от психологического насилия. Все это встраивается в нормы законопроекта о семейном бытовом насилии. Протестуют в основном мужчины, но закон защищает не только женщин. Он должен оберегать всех членов семьи. И даже так многие не видят в законопроекте смысла. Тот, кто продвигает этот закон и его разрабатывает, не учитывает это с абсолютно российской специфики, не учитывает то, что этот закон открывает громадное пространство для злоупотребления, для сведения личных счетов. Ну и просто, скорее всего, если этот закон примут, он просто не будет работать. Опубликованный проект закона возмутило общественников. То, что в нем прописано, уже делают благотворительные фонды. Активисты опасаются, что нормальный закон, который действительно защитит жертву и накажет обидчика, так и не примут. Но депутаты пока не отказались от идеи и постоянно пересматривают документ. Возможно, из-за споров его примут очень нескоро. И жертвы домашних побоев еще не раз услышат от полиции. Вот как убьет, тогда и приходите. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд вы узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok